всем привет сегодня мы будем готовить такой замечательный перекус его можно использовать на атаку на чередование и просто вот порадовать своих близких если вы на атаке какие-то определенные продукты вы можете не добавить но что я хочу сказать вот на атаке допускалось по крайней мере когда мы применяли это 2 или ложка кетчупа но я считаю чем использую допустим ложку кетчупа съесть там четвертинку помидора не такого большого но кусочек помидора поэтому я думаю что вполне себе на атаку ну просто не добавьте этот помидор и будет на атаку такой перекус значит это будут такие рулетики яичные я на днях запекала курицу и вот буквально прям остался маленький кусочек я думаю боже я же не поделилась с вами этим рецептом оставлю-ка я этот замечательный запеченный кусочек куриной грудинки для этого рецепта так значит буду готовить я на двоих на один раз в общем-то совсем немножко поэтому берем 2 яйца выливаем туда 2-3 столовые ложки молока дальше мы будем сюда там приправы соль перец все что вы хотите ну соль перец так соль перец значит я хочу напомнить у нас очень много новых зрителей по и очень много новых зрителей появилась и я хочу сказать что мы уже много-много лет назад похудели на системе питания дюкана и сейчас мы продолжаем в общем-то придерживаться здорового питания прогулки занятия спортом лёша похудел на 52 килограмма за два с половиной года поэтому смотрите видео листайте там очень много и на атаку и на чередование все 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 значит это мы взбалтываем как такие как омлет вы делаете а это будут такие яичные блинчики теперь берем сковородку наливаем буквально столовую ложку масла распределяем ставим на огонь и вот она должна нагреться пока сковорода нагревается мы порежем помидор вы можете здесь использовать еще свежий чеснок я буду использовать сухой значит помидор мы ли режем кубиком у вас должно быть продуктов столько вот на два блинчика у меня если вы будете готовить больше значит 1 яйцо в общем то один блинчик вот так вот я примерно делал может быть и три получится так куриную грудку тоже режем кубиком вы можете использовать мясо индейки говядину можете запеченную вы просто отварное какое-то мясо это будет очень-очень вкусно вот так сковородка нагрелась зелень тоже мелко рубим но если кто-то не любит зелень можете не добавлять у меня здесь петрушка и укроп так блинчики выпекаем выливаем на сковородку и сразу распределяем если где-то пробелы заполняем ничего страшного ждем когда буквально минутку пожарить с одной стороны перевернем так одна сторона поджарилась но сейчас перевернем так первый блин готов вот так и сейчас будем выпекать 2 блин остыл теперь вы можете его смазать у нас есть вот появилась здесь вот такая сметана в континенте девочки кто здесь живет вполне себе сметана можете намазать натуральным йогуртом у нас здесь гречески и можете добавить но это нет не та баночка это мой самодельная моя самодельная горчица рецепт у меня есть лёша оставит ссылку на видео сделайте такой знаете ядрененький наш прям в самый раз так я буду использовать сметану значит берем сметану и намазываем слегка я наверное что сделаю я намажу и сметану и немножко греческого йогурта можете добавить сюда хрен в общем сделать такую остренькую остренький такой соус можете намазать добавить сюда филадельфию так какой-то там нежирный плавленый сырок в общем все что вы вот себе придумаете экспериментируйте это такое блюдо где вы можете добавить привнести что-то свое но то что это здоровая еда это сто процентов так теперь мы сюда выкладываем помидоры помидоры я слегка присолю потому что сметана такая не соленая йогурт не соленый вот так все теперь куриная грудка теперь я посыплю это дело сухим чесноком здесь самый раз добавить свежие если вы хотите и зелень зелень много не бывает вот так и сворачиваем вот такой вот рулетик вот так аппетитный рулет получился вот сейчас я его разрежу и вы увидите какой в разрезе вот такая вкуснота и красота получилась приготовьте обязательно порадуйте себя и близких всем приятного аппетита худейте с удовольствием всем пока вам